Субтитры сделал DimaTorzok Ну, три остаются живых игрока И, возможно, продолжение погони ВК сбил Марфулинку Заставил ехать на веформе Поджимаются под свою базу Кэлс Ну и понятное дело, что был до этого Если помните, убит Рошан А Эгиса, естественно, нету Сыра я тоже у игроков не наблюдаю И даже несмотря на преимущество 20 тысяч, пока игра не выиграна И нужно быть предельно осторожным Я во время паузы Объясню, почему такое произошло Причем второй раз подряд И еще раз только извиниться могу Ну, это я виноват Это моя вина полностью Я знал, что делаю Но, к сожалению, я думал, что мне повезет И меня пронесет Но нет, не пронесло Сориамба Этот тег еще раз поднимет Эгис Я надеюсь, что это про Нави было Надеюсь, что это было про Нави И улетаем домой Здорово В сотый раз уже Ну ладно, в третий раз сегодня И также извините за то, что капает за окном дождик И стучит по подоконнику Я не в силах контролировать природу С другой стороны, наверное, после дождя Стоит выйти на улицу Подышать свежим воздухом Или хотя бы открыть окошко Так, непростая судьба у этой карты Потому что она длится уже 41 минуту Не могу сказать, что игра скучная Хотя в начале я видел, например, в чате Такие Ого Выражения Мол, игра скучная Что неинтересно смотреть И все в таком духе Нет, на самом деле здесь Наблюдается довольно интересный пол героев Из-за чего эта игра уже сама по себе Довольно зрелищной является Много интересных абилок Ультов, героев Много событий на карте Почему бы и нет Другое дело, что Каос после какого-то момента Преодолели рубеж И сразу начали захватывать на карте преимущество На это у кого-то могло, конечно же Отбить весь интерес Акс прыгнул БКБ нажал Блэйдмейл нажал Но не поймал морфа Можно рассмотреть это как критическую ошибку Тем более, что мы возвращаемся обратно К статусам байбеков И у Акса байбека нету Его смерть может стать летальным Для этой карты Отличный сейв Глимером Дизраптора убить не удалось Линку сбили Марф упрыгает опять Акс И морф успевает нажать БКБ Отбивается неплохо Подлетает Феникс У него что, аганим? Видимо, да, с Рошана Потому что он... Нет, у него свой аганим купленный Потому что Марфа он забрал Засейвил Реснул полностью ему ХП Яйцом отогнали от бараков врагов Продолжает нести сторону Но пока что Алибарда помогает Сдержать натиск от Матумба Мэна Опять Акс Ну и неудачный агр Тем временем Раскаст от Марфа И убийство Рейс Кинга Только первая жизнь Ставится арена Есть копье Пригвоздили Даррифин с гриб Должны забирать в Рейс Кинга И возможно с Аксом Вместе два фрага Должны заработать кэрос Итак Акс пал Байбека у него не будет ВК тоже подловили Морф его казнил Также у него будет Байбека две минуты вне игры Данный герой проведет Окружает Марфа Атакует чуть ли не всей командой Оставшиеся герои команды Хиппо Мэникс Но Не получается сделать ничего Умирает также тренд протектор Который также без байбека Четвертым падает Дизраптор Аркварден Остается один Остается пара вышек И собственно трон До наверное конца игры Или кэрос будут нести бараки Снизу стороны уже нет Так что Можно поддержать Марфа И например сразу же бить Эти четыре вышки Так огрызается Аркварден А Марфа Марфа все еще был ульт активен Станчик выкинул По Вардену БКБ нажал В поле зашел Хоть какой-то урон врагам Наносил Остается тем временем Голый трон Все съедено И считанные наверное секунды До конца карты Но нет Варден мешает Поставил опять свое поле Первое Второе Корни тренд протектора Чтобы еще немножечко времени выиграть Марф продолжает бить трон Поля у нас заканчиваются У ВК внезапно появляется байбек Он выходит из таверны И также должен сопротивление Хоть какое-то составить Но Глиф сейчас к концу подойдет И пауки Иллюзии Бурды Впрочем Как и сами герои Кеос Должны заканчивать эту карту В свою пользу Ну нет Кеосу предлагает Под арену Немного повозиться с врагами Нет Это было лишним Оу Так А теперь давайте разбираться Поподробней В чем же была причина Всех невзгод Возможно я кому-то помогу Ну что бы вас такого Никогда прежде не было Так что мы увидим На этих графиках Ну мы увидим Естественно победу Кеоса В Бестов 3 Это первая карта Они стали на шаг Ближе к финалу В идеале выиграть И вторую карту И на этом сразу же Получить возможность Обезглавить финального босса А кто является у нас Финальным боссом Вообще на этих квалах Финальным боссом Является команда Final Tribe Ага Это еще где Ра играет до сих пор Фрост Чесик Сип Эраханским Да У меня еще тренер есть Которого зовут Окся Окся Окей Нет Чаос Это не российская команда Короче У меня процессор Который именуется Маркировкой 9900 Он работает в разгоне 5 гигагерц И вот летом Он не способен Работать С включенной Технологией Гипертрейдинг На такой Частоте Под воздушным Кулером То есть Компьютер просто Настолько сильно Перегревается Что уходит в бсот Ну типа Экран смерти Синий Такая вот Грустная история И В общем то В первый раз Я надеялся Что я Проблемы пофиксил Просто тем Что поднял Немного напряжения На самом деле Я сделал только хуже Из-за чего Все это повторилось Короче Такая ситуация Я вообще На этой неделе Планирую Ну на будущей неделе Планирую с человеком Встретится Который должен Его скальпировать Но я не верю Что это поможет Особо сильно Все Надеюсь Больше падений Трансляции Не будет И вообще Вот плохо На самом деле Когда люди Ну которые Донатят Вот у них Типа разные Никнеймы Там в чате Допустим Потом Тот который Высвечивается На донейшн Алерсе Тот который Высвечивается На донейтпэй То есть Это плохо Потому что Ну какой-то Единой систематики Нет Типа нормальные Статистики По количеству денег На донейтпэй Например нет На донейшн Алерсе Есть Ну вот я через Видюху И сейчас Вернулся обратно К тому чтобы Стримить Потому что Если ставить на процессор Выбирать хороший Пресет Чтобы качество Ну я не знаю Вы заметили Нет Может быть кто-то Заметил Что качество картинки Все же было Отличительно В лучшую сторону Изначально На видеокарте Хуже качество картинки Очевидно Но зато меньше Ресурсов Гораздо ест А когда стримишь На процессоре У тебя работает Дота Которая сама по себе Довольно Ну Относится прожорливо К процессору И стоит еще при этом Слоу пресет В ОБС То процессор греется Ну типа процентов На 70-80 Не градусов Сори Забивается На 70-80 процентов Греется Он уже там 96 И пошло дальше Выше Это же не процессор Это печка Самая что ни на есть Настоящая Его нужно скальпировать В идеале под водой Но Я не хочу покупать Готовую жидкостную Систему охлаждения Впрочем Как и любую Жидкостную систему Охлаждения Потому что Ну есть все же Небольшой Но шанс Что Она даст сбой И у меня все Пойдет по пизде Вот так вот Почему? Почему удалить? Там даже Ну там просто По-моему В течение месяца Или что-то такое Ну как бы Фиксируется Я не совсем в курсе Не проще ли поставить Водянку? Ну Типа готовая водянка Не очень Видеокарта 1080T Водянка Это которая в машонке Машинку Да показываю Сейчас Сори Забыл совсем Бля Надеюсь Она не развалится У меня в руках Такая вот хуйта Она реально здоровая В ней есть Подвеска Колеса естественно Работают Здесь есть руль Двери открываются Багажник Ну точнее Это капот Сори Я в автомобилях Не очень разбираюсь Ну и короче Здесь есть Движок Видно даже Как он работает Потому что там Он из мелких частей Собирается И собрать Эту хуйту Было очень круто Ну то есть Я Без шуток Говорю Что я 14 часов Это собирал Сперва Я день потратил И позавчера Я сидел Целую ночь Чтобы собрать Эту Машину Это реально круто Ну я не думаю Что у меня дойдут руки Ее как-то разобрать И пересобрать Это супер хард Но тот факт Что я ее собрал Это на самом деле Меня очень сильно Заморалило в плюс И вообще Это клевая штука Как экспонат Вот например Видите На заднем кадре Стол стоит И там как раз Нижняя полка Вот под машинку То есть Ее ставишь Она как раз Занимает довольно Большую часть Этого места И уже кажется Что Что не Что не Прозрачно Да Это 911 Porsche На счет 92 Кузова Я не особо В курсе Потому что Я не разбираюсь В автомобилях Так или иначе Ну вот Я решил Начать с Porsche Возможно Еще какую-нибудь Возьму набор Но я не знаю Будет ли это автомобиль Это будет что-то другое Я Честно Я не решил Еще Но Поистине Крутое Такое Какое-то Детское удовольствие От процесса Сборки Данной штукенции Мне Очень понравилось Я это именно С интересом Собирал У меня что-то Не получалось Я такой Бля-бля-бля Как это сделать Типа Черт Что-то вставил Не туда Я еще Накосячил Потому что Я некоторые детальки Не того цвета Поставил Тут есть белый Преобладает Черный Я вот В некоторых местах Поменял черное С белым Сам того Не замечая И Короче Ну Чтобы пофиксить Надо пересобрать Это просто пиздец Bugatti Широн Ну Во-первых Она дорогая В смысле Кто у меня за спиной Стул Во-первых Дорогая Во-вторых В ней Еще больше деталей Если эту машинку У которой Сколько Тысяча Сейчас я гляну В этой 1770 деталей А Bugatti 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 Я не знаю Там 3000 плюс Или что-то такое А самая По идее Гигантская Лего Которая Есть Это Вот эта Звезда Смерти Или что-то Такое Или какой-то Корабль Космический Ну мне Просто Звездные Войны Не особо Нравится Не знаю Мне кажется Что это ерунда Да Мы взрослеем И игрушек Меняется цена Но Типа Я все равно Получил Нистое удовольствие От того Что эту хреновину Собрал Это было Действительно Клево И То есть Сама по себе Модель Я же говорю Интересна тем Что Подвеска Работает Что крутятся Колеса Что они Управляются В разные стороны Что ты собираешь Вот этот вот Ну к сожалению Я же говорю Я машинами не особо Увлекаюсь Поэтому Ну короче Полностью Вот этот вот Мост В котором Типа От которого Колеса идут И прочая Прочая ерунда Там же просто Как бы Это не подписано Да Поэтому Я не выучил Все составные Компоненты Автомобиля Наизусть полностью Но хотя бы Представление Минимальное О том Как он может Быть собран Ну точнее Как он может В средине Устроен быть Я имею Только Другое дело Что например Здесь движок Заден Поставлен А не спереди Как это бывает У большей части Автомобилев Ну и Типа Салон тоже Отличается Здесь допустим Только одно кресло С другой стороны Там турбина Всякая такая Херня В общем Вот такое На самом деле Ну увлекательно Просто что Я же говорю Я не особо Оперирую там С словами и прочим Не так давно На каруселях С такой же радостью Катался Я кстати думал Покататься немного На качельках Но блин Там дети В основном Только находятся Было немного странно Дмитрий Здравствуйте Рад вас видеть Майнсторм Сет Нет видимо Кстати вообще Я не советую Ну честно Я не советую Да мы болеем Кстати за матом Не советую Все же наверное Если вот Кто-то из вас Планирует что-то подобное Купить своему ребенку Ну мало ли Не знаю Ребенку Может быть брату Все же я бы наверное Рекомендовал Покупать Оригинальное Лего Потому что Здесь есть Ну какие Некоторые Косяки Здесь есть Не идеально Сделанные Детали Вот Ну мне пришлось Приложить немало Усилий Серьезно говорю Потому что Буквально Две детали Были Сплохи Ну буквально Две Действительно Со всего комплекта Это очень мало И вообще Удивительно Что всего Абсолютно Хватило И полностью Весь комплект Был Но две детали Были проблемными И мне пришлось Ну просто Вот Долбить В них дыры Чтобы Хоть как-то Вставить И потом Еще пришлось Брать Какие-то Ну я не знаю Назовем Плоскогубцами Эту штуку Чтобы Придержать Разъемы И вставить Одну деталь В другую Это было Меня это бесило Я же говорю Я целую ночь Сидел У меня уже Просто 6 утра У меня глаза Слипаются Я смотрю на эти детальки Думаю Блин У меня не получается У меня горит Я хочу ее закончить И это еще Подливает масло В огонь Короче Что такое Вот такая Вот история Нет Это не оригинал Это типа Реплика полная Но я не смотрел Как собирали Бугатти Один в один Но на роликах На ютубе Там же Таймлэпс идет За кого Поставить Ставки Без понятия Я в таких вещах Не оперируюсь Поэтому Ну то есть Если вам Типа 20 плюс лет Или даже там Я не знаю 18 Вы отдаете себе Отсчет в том Что вы берете То это не проблема Скорее всего Там Немного Поморочив голову Можно все сделать Закончить И все будет неплохо Но если это покупается Какому-то ребенку Я бы не хотел Чтобы мне вот В детстве Испортили впечатление У меня было Оригинальное лего У меня было Китайская лего Я знаю в чем Ну прежде Это было допустим Нелепен Но Я прекрасно мог Отличить одно От другого И прекрасно видел Что одни детали Качественные Другие нет Одни детали Хорошо суются Там Другие плохо Где-то плохая резьба Где-то еще что-то То есть Я видел качество Тут мне считай Повезло Что все было на месте И это наверное Какой-то относительно Новый комплект Потому что У них есть даже Разные ревизии Какой-то ревизии Какой-то деталь Плохо сделана Какой-то не было вообще Где-то по-другому Было скопировано А тут допустим Один в один Ну вроде как Потому что я смотрел Оригинальные машины И видел сравнение В принципе Двоих Никакой разницы нет Вот и все Ну я видел В этот Майншторм Но Мне что-то Не особо Роботы заходят Ну то есть Я понимаю Что они там Двигаться могут Но там все Довольно примитивно Может быть Там можно выйти Далеко за рамки Того что есть В принципе Если я сейчас Открою вкладку С лего техник Вот теми Которые сейчас Продаются Я даже не знаю Что я вот именно Очень сильно захотел Резко вдруг А вот нашел Ну типа я просто Поставлю фильтр Самые дорогие Бугатти стоит 9700 гривен Оригинальный Лего Бугатти А дальше там Идут краны И честно говоря Такое Ну неинтересное Но тут нет Полного ассортимента Я сейчас на розетке Смотрю Здесь нет Полного ассортимента Открыт на стриме Что именно Я с браузером Не хочу голову Морочить Гемора много Тем более Там могут быть Различные неприятности Так Седек и РНЖ играют 2.2 И пятую карту Уже играют Оказывается Ого Кроме доты В чем-то шарит Да я Как бы Синглплеерные игры Больше люблю Чем мультиплееры И прочее Прочее Не ну я КС смотрю Довольно часто Но я Например Не смог бы Наверняка Комментировать КС Я в терминах Не оперирую Я смотрю на английском В основном Там нет такого Что типа Какая-то Зига Или еще Что-то такое Это я только По носушке Смотрел Но я в КС Уже давно Не играю Мне Source Нравился Что-то CSGO Вот как-то Не знаю Хотя вроде Одна и та же Игра По факту Не знаю Source Мне нравился Больше Витя Гена Не прошел Я же говорю Вот типа Хобби Это какую-то Ерунду Собрать Я так чисто Видеоиграми Увлекаюсь Но не больше Почему грустный Всегда Может тебе стоит Марихуану Попробовать Да нет Я не грустный Кому я Нужно идти Чего мне Туда ехать Дома Может быть Покомментирую Ну Наверное Если просто Как зритель Не поеду Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Оладья Болеем За матом Бомена И Давайте смотреть Вторую карту Паджер Да Неудобно Выходу Нави На Инт Скрывать Не буду Ну я бы сказал Что довольно Сильно Развалили Потому что В основном Контролировали Процесс на карте Именно Каос То есть Они драки Начинали От их Инициативы Больше всего Каких-то Событий На карте Происходило Так что Я бы сказал Что относительно Легкая карта Была для Каос Привет Иван Могло Быть И хуже Уж Поверьте Самое Плохое Это то Что Когда Трансляция Обрывается Остается Кусок Потом Она еще раз Обрывается И остается Еще один Кусок Она вместе Все не Слепливается Да Я живу В Киеве Я живу На Позняках Но Более Подробных Координатов Думаю Давать Не нужно Когда-то Один раз Давным-давно Под Новый год Меня кто-то В Киеве Узнал И это Было Неловко Но Меня Правда Фоливером Назвали А не Чливером Или Членером Что было На самом деле Приятно Уже Что-то Так Давайте Веду вас В курс Это Бестов Три Это Европейский Регион Тут нет Игроков Из СНГ Или команды Из СНГ Естественно Потому что СНГ уже Доиграли И Нави Нави Выиграли Отборочные На Интернешнл И поедут Играть На Интернешнл Здесь Мы Смотрим За командами Chaos Esports Club Это Misery Matumba Man Milan Kezu И Vtf Faded Если Вдруг Вам Интересно Почему Здесь Matumba Man То Какое-то Время Назад Его Кикнули Из Liquid И Сейчас Он Нашел Себе Новое Пристанище Hippomaniacs Это Supreme Sechni Cari Saber Light Ma Первая Карта В пользу Chaos Esports Club Ну и Остается Ребятам Еще одну Карту Выиграть И Можно Уже Наверное Готовиться Играть С Final Tribe Причем Дать им Отпор И реванш Устроить Потому что Насколько Помню Вчера 2.1 Закончилось Все В пользу Final Tribe Но я В наушниках Когда сижу Не особо Звук Хорошо Фиксирую Но Дождик Слышал А Молнии Я не вижу Потому что У меня Шторы Шторы Застегнуты У меня здесь В комнате Полная Тишина Свет Исходит Только От Экрана Монитора Да я и так Часто Довольно Читаю Больше Чем На самом Деле Нужно Grimstroke Ember Цемка В банах От Мизери Деспрофит Чен Фея От Хиппоманиакс Я не помню Правда Бана Чена Но Деспрофит И фею Точно Помню В первой Карте Аналогичные Баны Были Но Видимо Ребята Какой-то Набор Героев Нашли Их устраивает Они Их Используют И продолжают Использовать Пока Получается То есть Феникс Снова Появляется Ну Феникс Мне не кажется Очень надежным Героем И мне он Не кажется Гибким Если герой норм Если у вас У противника Линия слабая Вы можете Себя чувствовать Хорошо Феникс Конечно клевый Саппорт Вне сомнений Вообще Герои хороши В первую очередь Потому что Все скиллы Сильные И поэтому Как саппорт Может со временем Привнести Многое в игру Талантно золото Плюс ко всему Появляется Но Я больше Отдаю предпочтение Каким-то Классическим Саппортом Типа какого-то Рубика Гибкий герой Леона Представим Но правда тут позиции Меняются Феникс Наша четверка Вроде как Был в прошлой карте Как мне Роберт Киосаки Я не знаю Кто это такой Могу загуглить Сейчас посмотреть Американский Предприниматель Инвестор Писатель И оратор Мотиватор Автор ряда Книг По инвестированию Включая Бестселлер Богатый папа Бедный папа Забавно Что я эту книгу Начитал читать Но я Не запомнил Конкретно автора Но я 10 страниц Буквально прочитал На этом все Закончилось Ну лень Просто дальше Было читать Ну кстати Согласен Я бы шейкера Лучше поглядел Чем Транпротектора Осталось 10 секунд Кентабр Рубик Может выйти Неплохая Дабла Неплохая Дабла Всем привет Привет Киргызов Витащили Нави Ну там все Старались Близи Молодцом Конечно Отыграл Финальный день Он там прям Ну правда Что Накси Много очень играл Такие скомканные Впечатления Типа Блин Хотелось бы На большем количестве Героев Хотя Пангальера Помню Я думаю Что дело Здесь не в конкретно Национальности Или еще чем-то Таком А в том Что просто Все ребята Хотели попасть На инт И приложили К этому Достаточное Количество Усилий Вот и все Не важно Кто играет В команде И типа Кто и откуда Я думаю Что главное Это общая цель Которая Всех их там Объединяла Ну и желательно Чтобы им никто Не мешал Там не знаю Не снимал у них За спинами Какие-то Ролики И прочую херню И отвлекал их От игры В остальном Все тип-топ В какой сфере Я работаю В сфере Разговоров Ртом Как эта сфера Нынче называется Трэш-толкинг Не знаю Плойку четвертую Лучше Про-версию Или слим Не Если правда Хочешь брать То естественно Брать про Потому что Очевидно Слимка слабая Ну в некоторых Играх проблемы Плюс Прошка позволяет В некоторых Играх Играть там В 4К Или что-то Более-менее Какие там еще Отличия Честно я не особо знаю Но с другой стороны Я не советую Ну Короче я не знаю Как объяснить Если денег много И это не проблема Купить просто коробку Которая будет у тебя Стоять Пылиться То с радостью Можешь покупать То есть Да На ней есть игры Которые можно купить И которые можно пройти Но большую часть времени Она скорее всего Будет Просто пылиться И не будет Ничем занято Ну если ты конечно Не супер жесткий Упоротый Игроман Я вот сегодня В Bloodborne Немножко поиграл Наконец-то осилил Стартовую локацию И мне безумно понравилось Но мне не нравится То что Типа игра работает В 1080 В 30 кадрах Идет на PS Pro Ну потому что Разрабы чисто забили И не делали Нормальную версию Или Bloodborne вышел Когда прошки Еще не было Я не знаю точно Скорее всего Это самый верный вариант Я думаю Что игры на PS4 Вот именно Хорошие Можно пересчитать На пальцах Двух рук И все закончится Days Gone Это мое мнение Недооцененная игра Очень классная Ну Red Dead Redemption Просто Потому что он есть Онли на консолях Но он есть и на Xbox И на Xbox В отличии от PS Pro Игра работает В настоящем 4К Со стабильными 30 кадрами Ну потому что У Xbox X по моему Железо лучше Чем в Pro Какие еще игры Ну God of War Любителям Мне вот Лень просто Его дальше проходить Ну Bloodborne Опять же Это эксклюзив Uncharted Я только В четвертую часть Играл Тоже не прошел Полностью Но круто Очень сделана Качественная игра Но все-таки В общем Не знаю Просто в следующем году Должны уже новые консоли По идее выйти Ну понятное дело Что типа Год полтора ждать Такое Хочется сейчас играть В общем Такое дело Так Консоли это круто Но давайте к героям вернемся Lancer Не слишком сильно Мне нравится Честно скажу Ну берется ли он здесь Против Race King Судя по всему Может ли он Кромсать текущих Саппортов Которые есть в драфте Судя по всему Да Появление аппарата Конечно немножечко Руинит Потому что Тараска будет Может быть не столь Эффективной Впрочем Как и Дазл Который в миде По идее Будет находиться Кстати это клево Радо что они на разных Лайнах стоят Ну то есть это не Саппорт плюс Кэрри Которые на линии Типа жестко Ебашит Remember me Remember me Remember me Помню такую игру Я не осилил ее Привет Антоха Привет Творожок Утром кушал Да Bloodborne Старая игра Но тем не менее Она является Эксклюзивом Плейстейшн 4 Глядишь Может быть Epic Game Store Договорятся С разрабами Которые выпустят ее В своем магазине Ну за деньги Понятное дело Которые им предложат За эту портировочку Может быть Spirit Breaker Последний бан Ну Мид героя не хватает Вроде как у Hippomanics Так что по идее Это должен быть мид Может это какая-то та Ой я бы Сэфа хотел увидеть Напомню что Дазл Напрягать будет Я откиню Тычку даст Но Сэфа есть Трейза Он может отбиваться В лес Может уйти там Пофармить Может быстро Тоже догнать По нетворсу Классный персонаж Особенно если еще С новым сетом Который с Коллектор с кэшем Чтобы я посмотрел Как он в игре выглядит Был бы просто Муа Так что Банти кого угодно Только не Только не Сэфа Как здоровье Да ничего Желудком проблемы Но Все норм Почему Матумба и Виха Обменялись Тимами Ну вроде как Довольно хороший вопрос Потому что Видимо Виха играл Смизри Бокобок Как минимум А Матумба Играл в Ликвидах Сейчас они Конечно же Командами Поменялись Но Думаю Что это Такое Вот себе Совпадение Не На компе 30 фпс Не будет Если все таки Разрабы Не дебилы То они Хоть как то Элементарно Игру адаптируют Под ПК Да там Графики Не нужно Там просто Надо чтобы Разрешение Можно было Поменять Нормальное Поставить Повыше Не я Немного Сегодня Бладворн Поиграл Мне понравилось Атмосфера Такая Зловещая И Мне нравится Что с таким Акцентом Свойственным Вот эти вот Силюки Которых там Надо ебашить Они там Всякие фразы Выкрикивают Но Слишком Огромное Расстояние Между Чикпоинтом Я не могу От одного Вот этого Воображаемого Кострада Другого Дойти Очень сложно Ставил На РНГ Минески Нави Форвард Чаос Кто-нибудь Из них Прошел На интернешнл Прошли Нави Прошли Минески Как минимум РНГ Сейчас Играют Финалы Там 2-2 Пятая Карта Форварды Или кто-то Там Сегодня Также Будет Американский Финал Может быть Кстати Обещать Не буду Но Может быть Сегодня Еще Вечером Постримлю Америку Ну то есть Если Резолюшн Все еще На плаву Надо глянуть Если Джейшторм Не вылетели А они Я смотрю Не вылетели То я бы С радостью Посмотрел Из-за Судьбы Романа Резолюшна Но Хватит ли На все Времени Точнее Смогу ли Я Все эти Вот Игры Посмотреть Лазил По крышам Это Чего Касалось Погоди Это К какой Игре Относится Вич Доктор Ну как-то Банально Очень Типа Взяли Аппарат А потом Такие Ну что Возьмем Марфа Окей Не Ну Слушайте На самом деле По отношению С тем Что есть У Кеосов Драфт Хипоманиакс Выглядит Поинтересней Я бы Не удивился Прям уж Совсем Если бы Ребята Из Хипоманиакс Сравняли Счет Но у меня Больше вопросов К Кеосам То есть Они либо Уверены В том Что смогут Этим Выиграть Либо Их Кеп Просто Говна Набрал Или Въебал Говна И набрал Того же Ну то есть Такой Вроде бы Активные Такие С кнопками Героя Но они Довольно Быстро Могут Стать Неэффективными Стерли Вич Доктора Стерли Феникса Дазла Поймали Станами Накрыли На него Кентавру Только прыгнуть Нужно Чтобы убить В принципе Ну не знаю Ты говорил Что хочешь Посмотреть На мой Хуй И я Покажу Тебе Свой Хуй Бугимэн Здорово Странно Что нет Оповещения Один Евро Это Большие Деньги Кстати Ну почему Нет Оповещения Ну типа Почему Фразу Не Зачитал Непонятно Здорово Не ну Посмотрим На самом деле И против Марфа Лансера Нормально Смотрится Ну как Герой Который Тоже Может Лишить Маны И больше У него На самом деле Парировать Будет Нечем Но Блокинг Бара Должны Эти Вопросы Решить Когда Они Появляются Драки Для Хипа Маник Становятся Довольно Комфортными А я кстати Не помню Откуда Вот это Отмечено В Рейскинге Это же Наверное С прошлогоднего Интернешнл Только Я не помню Это Из Сундука Или Из Коллектор Хотя Стоп Коллектор С кэшей Морталки Не дропаются Ничего Такой Кстати Красиво Выглядит Почему Без Вебки Потому что Я Не знаю Не люблю С камерой Комментировать Игры Ну Сейчас Глянем Как за 40 минут Фантон Трон Сломает Я буду Только Рад Этому В отношении Игр Я Ну Вот Именно Там Особенно Драфтов Я Как раз Рад Ошибаться То есть Герои Слева У меня Вызывают Недоверие Недоверие Просто Потому что Это Очень Сильно Контрастирует На фоне С теми Героями Кобыли Которые Были В прошлой Карте Но Мне Не Очень Нравится Мор Мид Дазл Чуть Более Полезен То есть С высоким Уровнем Скиллы Откатываются Довольно Быстро Артефакты Покупаются На команду Давление Какое-то На лайнах Тоже По вышкам У нас Удет Прессинг Такой Вот Захват Вроде Бы Карты Но Не знаю Вот Ну С этими Героями Мне Это Мне Это Не Кажется Простым Прошлогоднее Понял Кто Аватарки Дженна Рейд В гугле Можно найти По моему Мне кажется Что еще Можно Кликнуть На картинку И нажать Правой кнопкой Мыши Найти По пикче И может быть Что-то Это даст Сейчас Сам Даже Попробую Так За руну Сражение Кентавра Прогнали Ай Копьем Прям Помог Кезу Руну Баунти Забрать Ну что Два В два Причем Пытается Аппарат Огнать Феникс Из-за того Что Врейс Кинг Рядом Ошивается Погоня Маловероятна Поосторожней Быть нужно Так На центре Есть варту Команды Кеос Там же Был поставлен Вард Хипоманиакс Мантумбомен Ставит Центри Съедает Вражеский Вард И у Марфани Остается Вижно Что неприятно Для него Есть еще Один вард Установлен В своем Лесу От Кеосов И также Сентрик Который Был поставлен Возможно В надежде На то Что Спаун Заблачить Удастся Что На самом деле Помимо Контрмер Контрмер Точнее Без Контрмер Должно Сработать Но я вижу Что еще Один Сентрик Был поставлен Рубиком И он Также Съел Вард В этом Плане 1-1 Только В разных Участках На карте Что По идее Больше На руку Матумбомену То есть Ему Безопаснее На лайне Стоять Контролировать Происходящее Тем временем Умирает ВК Или Не умирает Вот Не знаю Крутой Обсервер А фраги Что-то Не показывает Ладно Будем Их Менять Иногда Самое Забавное Что Если Искать По картинке То Находит Меня Мой Канал На Твиче Возможно Даже Мою Аватар Ку Прикол РНГ Победили Ну еще Плюс 500 Залетает Здорово Спасибо Команде Royal Never Give Up Хотел сказать Что еще Один Китайский Коллектив На Инте Но Потом Понял Что Это Китайская Квала И Там Только Китайские Команды Играли Так Что Какая Разница Все И так Было Спланировано Да Это За выход В Гранд Финал И Ферст Блад Все же Произошел Произошел На В Рейс Кинге Делает Фраг Милан Если память Не подводит То Прошлой Карте Снизу Также Был Сделан ФБ Но Я не уверен Что Был Сделан Также Милан Хотя По-моему Да Он же Тоже Играл На Фениксе И Умер Тренд Протектор Тут Парни Правда Немножечко Линиями Поменялись Точнее Их Расположения Но Суть Осталась Прежней И Начало Хорошее 1-0 Я думаю Что Такому Драфту Нужно В идеале Фрагов Еще 10-15 Преимущество 1006 На 12 Чтобы Было Все Совсем Гладко Привет Самое Обидное Что ВП В решающей Карте Вылетели С Эпицентра Когда Рамзик На ТБ Разваливал Но Потом Когда Ликвид Заходили На ХГ Я До сих Пор Не помню Как Но После Байбека Отвалился Я К сожалению Ту Игру Не Смотрел Так Что Сори Непопулярная Порнозвезда Скорее Она Не Непопулярная Скорее У нее Просто Не так Много Как У Других Именитых Девушек Работ Вот Так Напали На Мизери Подставился Очень Неосторожно Сыграл Сам Знает Что Это Его Ошибка И Что Только Из-за Его Действий Некорректных Он Подставился И Умер Но Изначально Это Смотрелось Как Очень Сильная Дабла Рубик И Кентавр Они Без вопросов Если Лоид Героя На Стан Должны Его Убивать Просто Так Получается Что В прошлой Карте Бел Морф Которого Самого По себе Убить Непросто В этой Карте Есть Таланцер С Доббельгангером Которого Еще Один Фраг Зарабатывает Команда Размена Вряд ли Удастся Добиться Аппарату Так Что Свободен Дружок Неужели Нет Варианта Вернуться На Дота 2 Стрим Чтобы Он Заливал Хайлайт С моими Комментариями У него Есть Коллега Который С ним Работает Там Никаких Проблем Нет Вовсе На самом деле Мне Сейчас Не Принципиально Просто Я Скажем Так Не Могу Поставлять Стабильно Постоянно Контент Даже Если Это В теории Возможно То На практике Я думаю Есть Множество Преград Которые Помешали Бо этому Случиться А вообще Я уже Историю Рассказывал Когда Просто Повторяться Не хочу Так Потеряли Феникса Забрал Марс Аппарат И Ребята Разменялись Я Себя Кстати На мысли Сейчас Поймал Что Когда Я Сонный Иногда Я Лучше В плане Производительности Чем Только Только Не знаю Проснувшийся Вышки Кстати Классные Правда Они Немного Могут С толку Сбивать Потому Что Раньше Стоял Себе Тавер Который Не Имел Особого Количества Анимаций И Просто Плевался Какими-то Сгустками Фаерболов То Сейчас Ситуация Немного Поменялась И Это Скажем Так Отъедает Немножечко Внимание Вот Стою я На миде Контролирую Крипов Пытаюсь Воевать Сражеским Героем И тут Еще Вышка Двигается В разные Стороны Откидывает Камни Иногда Мне Кажется Что Это Может С толку Сбить Решили Закинуть Сауд Драфтом Ну Я Игру Не смотрел Так что Это Уже На их Совести Так Ну и На центре Пока Неплохо Получается С Марфом Обходиться Убить его Правда Не получается Но Мешать Фармить Вроде Норм 19 4 36 На 10 И Собираются Некро На Мико Ны 3-2 Пока что В любом случае Преимущества Нет Нужно Быть Поосторожней Морф со страху Что допустит Ошибку Даже Фейри Файер съел Возможно Это было Байтом Потому что Он центр Лидит Рубик И Мизери Опять Будет убит Маледикт Повешен Подхила Дазла Был Каски Помогли Скрыться И Рубик У которого Пара Зарядов В стиках Есть Этого Может Хватить На Фейтболт Но Гнаться Он Не стал За Вичдоктором Не Поверил Что Справится Всегда Здесь А главное Что Видели Что Морф Сделал Типа Нажал Фласку И подошел Под действием Пойзон Тач И Дазл Кинул На него Дебаф И он Потерял Фласку Вот Типа Гений Аппарат Умер Вот Кстати Оказывается Для Обсерверов Все сделали И не только Аппарат Морф С хастой На топ Заехал Пожаловал Может еще и Мил Она убьет Да Убьет Дабл Кил Удачная Руна Так вот Специально Сделали Оповещение Такое Тревожное Перед тем Как кто-то Умирает Или у Кого-то Очень мало Здоровья Играет Несвойственная Музыка Или какой-то Опять же Горн Барабанов Я Я вот Только По Ориентируюсь Играет Какая-то Грозная Музыка Окей Значит Кто-то Пострадал Значит На кого-то Нужно Посмотреть Смотрю На статусы Героев Хэпбары Да Это Правда А вот Камера Почему-то Свойственно Быстро Не реагирует Обидно Врыскинг Пятого Уровня Съедающий Стики Сгорающий Под фаер Спиритами Феникса Нет Я не думал Делать Нарезки И хайлайты С того Что я Транслирую И записываю Мне просто Для этого Нужно научиться Работать С каким-то Видеоредактором Мне Жутко Не хочется Это делать Но наверняка Можно было бы Я все понимаю Что В сжатом виде Посмотреть Какой-то Краткий ролик Гораздо Приятней Чем смотреть Целую запись Или просто Мотать ее Тем более Не факт Что ты попадешь На какой-то Интересный момент Игры Просто Вот был этап Когда я Не транслировал Игры И записывал Их просто На ютубе Тогда записи Касались только Самой игры Никогда не был Разговоров Не по теме Ну а Со зрителями Естественно Всегда есть Желание Даже Поболтать О чем-то Лишним Поговорить На записи Возможно Тоже Не слишком Многие Любят Это Нет Я шишки Не курю Если бы я курил Я бы тогда Наверное Вообще Ничем Не занимался Я бы просто Лежал на диване Сутками Напролет Это 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 Расслабляет Заставляет Забить На все Кезу Ставит Арену Откидывается Копьем Фениксом Пытается Помочь Фаера Спиритами Нажимается Там Пит Кентавра Мор Впрочем Тоже Здесь И Успешно Кезу Убит Феникс При этом Тоже Мог Подставиться Ну Вовремя Сделал Шаг Назад Ну Вот Начало Игры Мне пока Не очень Нравится Фрагов Количество Равное Преимущества По-прежнему Нет Это Должно Быть В наличии Для таких Персонажей Лансер Тоже У нас Показывает С неба Не хватает Ну Первая Вышка На карте Падает И Этот Морф Немного Нарушает Шаблон Обычно Вот По двум причинам Просто потому что Они проиграли Лайн Берут Маску Там Фармят В лесу Крипов И второе Это то что они А я не знаю Что второе Почему они Еще могут Фармить Потому что В драфте И так Хватает Активных Героев Которые Могут Драться А на него Сделали Упор И поставили Его в Центральную Линию Может быть Первое Что я успел Придумать За столь Короткий Срок Подготовки Не было Тут уже Начинает Дазл Естественно Тоже Появляться На лайнах Со своими Некорными Клонами Лишние Дайвы Так Десятая Минута Графики Опыта Никаких Разбежностей Не показывают Золо Там все Тоже Гладко Тогда Давайте Поглядим На героев Рубик Шестой Есть Аркейн Бутс Есть Стики Причем Шестой До Книги Кентавр Кольцо Регена Делает Вгм Стики Фэйзы Есть Вк Деньги Собирает На Мидос Есть Также Стики Фэйзы Аппарат Книгу Себе Купил Тоже Шестого Кстати Без Книги Сам Что Здорово И Морфлинг 4 Врысбэнда Ботинок Вд Ничего Существенного Некрономикона 2 Ноталисмана Удазла Феникс Урна Марс Солринг Стики И Лансер Тоже 2 Врысбэнда Стики ПТ Ну Дефуза Делать будет Яшу Наверное Сперва Потом Дефуза Долгое Время Он будет Не очень Плотным Тараску Ну Я не уверен Что он будет Собирать Потому что Он играет Против аппарата И будучи Под дебафом Он Типа Не получит Возможности В драке Отойти Там Сделать Шаг Назад Под регенец И вернуться Обратно Значит Это Монтостайл Искади Баттерфляй Может быть Даже БКБ Но Это Немного Выделяет Из общей толпы Оригинального Героя Честно говоря Упрощает Задачу По его Убийству Что так Себе Я думаю Я даже Не представляю Что это Должно быть За телефон На котором На диване Можно Спокойно Делать Нарезки С видео Не Ну То есть Какой-то Супер Топовый Да Наверное Телефон Матуба Пойман Должен Сейчас Застанется Копьем Пригвоздила Ворованным Рубик При этом Его не добили Только сейчас Отбивает Морф Ставит Суперно Причем За Арианной Которую Разбить Не было Возможности Ну и Состоялся Размен Остальные Герои Хипоманиакс Просто Отошли И Небольшое Преимущество Уже На стороне Хипоманиакс Можно Объяснить Почему На просцене Нету Бэйна И Пуджа Бэйн В прошлой Карте Был И Ну По этой Причине Я не вижу Смысла Дальше Отвечать По поводу Пуджа Без Маны Фактически Морфлинг Является Очень даже Лакомым Куском Но что-то За ним Долго Гнаться Приходится И все же Он отсюда Улетит Опять Капитан Команды Каос Умер И не только Он Еще Одного Саппорта Теряют Ребята Мне не Кажется Что Драки Эти Они На руку Каосом Да Они Сейчас Могут Побегать Вместе Собраться Лансера Запрячь Подвигаться По лайнам Немного Вышек Снести Но в Конечном Итоге Такое Количество Драк И Причем Иногда Даже Неудачных Просто В плюс Будет Для Хипоманиакс Они Будут Больше День Зарабатывать Корр Их Быстрее Доберутся До Своих Заветных Рейденс Если Это Будет Рейденс Хотя Я бы Здесь Наверное Играл Через Не знаю Даггер Там Мейл Шторм Мюнир Само Собой Собрал Хотя Никто Не мешает После Рейденс Мюнир Купить Тут Такая Штука Что Допустим Возьмите Один Из Прошедших Турниров Сикретов Наверное Позапрошлый Мейджор Там Был Пудж Там Играл Зайна Пудж Неоднократно И не только Я уверен Сикреты Играли С Пуджом В разные Периоды Времени Появляются Разные Герои И они Либо Популярны Либо Нет Где-то Они Сильнее Из-за Патча Где-то Нет Где-то У них Какие-то Появляются Особенности Из-за Команды И берут Этих Персонажей Ну Есть Шанс Хотя Нет Уже Из-за Аппарата Шанса Больше Нет Дот Это Игра В которой Циклично Повторяется Мета То есть Три Патча Назад Была Там Популярна Допустим Дроу Рейджеру И скажем Эмбер Спирит Дизраптор Пройдет Несколько Месяцев Смениться Череда Патчей И эти Герои Снова Станут Популярными Ну То есть Я пример Привел Зная Что Эмбер Сейчас Пользуется Популярностью Впрочем Даже В баны Часто Отлетает Это Просто Пример Снайпер Был Когда-то Популярен Да Блин ВК Вафлейне Нага Сирена Которая Была Блин Саппортом Нага Сирена Которая Была Вафлейнером Там Или еще Что-то Такое Таких Примеров Просто Безумная Масса Был Патч В котором Ну Это Кстати Под Интернешнл Выпала Когда Невероятно Сильны Были Лансер Террор Блейд Что Во многом Дало Плюсы Для Олджи И так Далее Когда Был На Про Сцене Визаж На Прошлом Турнире Играли Ликвид С Визажем Точно Одну Карту Минимум Играли Это Я Точно Помню Играл Вихан На Визаж Даже Эту Карту Кстати Выиграть Ликвид Удалось Если я даже Не ошибаюсь Это было Бестов 3 В котором Они Именно Болгаре Визжу Вторую Карту Выиграли А серию Проиграли Но Вот С кем Играли Не Помню И Скаймаг Я кстати Тоже Скаймага Видел На этих Квалификациях В СНГ Первая же Игра Между Team Spirit И Не помню Кем Там Играл Гот На Скаймаге В Миде И Скаймаг Саппортом Довольно Популярный Был Ябзор Играл Много Раз На Скаймаге В качестве Саппорта То есть Ребята Я же говорю Просто Может быть Я смотрю Чуть больше Игр Чем вы И Вот Я замечаю Вы не Замечаете А потом Вопросы Исходят Типа Почему Этот Герой Популярен И Этот Нет Я понимаю Что У вас Много Различных Занятий Вы Не Только Доту Смотрите Некоторые Вещи Пропускаете Потом Удивляетесь Истинно Как дети Типа Блин Этого героя Не было Он Первый Раз Появился Короче Какая-то Игра Престола Все сажают Друг друга На пике И у нас По-прежнему Нет Чемпионов Заходит Морф Получает Гвоздем Точнее Копьем В голову Получает Также Весел Играет Ультом Вешает На себя Грейв И пытается Спасти Свою жизнь Это был Крутой Мув На Вой Форме Уезжает Нажимает Шифт И остается Цел Но Где-то За кадром От Томбомена Удается Убить Ancient Томбомена 9 Томбомена 11 Может быть Планы Кита Свои герои Уже Изъявили По артефактам Дальнейшим Яша Появилась У Лансера Делает Диффуза Тут понятно Но Морфа Яша Делает Саманта Стайл ВК Формит На Радианс Уже Есть 3200 Золота Кентавр Сразу Кримсон Гвард Грейданул Что тоже Очень Является Крутым Моментом Против Лансера И его Иллюзии То есть Лансер Еще даже Не успел Скажем так Вступить Нормально В игру И как-то Поморочить Голу Врагам Уже Кримсон Гвард Есть Надо Еще Шиву Однажды Ну кстати Вот что Не говори А каски Иногда Прям очень Жестко Заходят Вот так Вот Ну и Весел Тоже Морфа Очень Сильно Контрит Вот ему Приходится Добираться До этого Мотостайла И его Может Так же Не хватить Может Я кстати Не прав В своих Суждениях Потому что Я всегда Забываю Про то Что В доте Самой Есть Артефакты Которые Могут Убить Какого Либо Героя Ну Типа Играет Статами Регенится И прочее Прочее Вот Весел Очень Жестко Нагибает Там Алхимика Жестко Весел Нагибает Но просто Алхимик Часто Фрифармит И пока Весел Появляется Алхимика Уже Есть БКБ И Монтостел Ему Плевать В морфа Не так Дела Хорошо Складываются Морф В принципе Герой Который Не может Так Быстро Фармить Я удивлен Что На морфа Амидас Не покупают Ну вот Честное Слово Он тоже Такой Знаете Или Не самый Величественный Герой Особенно В начале Нет Не звали Ни в Майнкаст Ни в Рухап Не Ну Я Ничего Не против Я Отвечаю На такие Вопросы Касательно Героев Виздж Часто Брали По Траксу Ну Траксу Брали А под Нее Брали Просто Рейндж Героев Там Не Обязательно Чтобы Это Был Виздж Потом Поменяли Срезали Птицам Рон Разве Вы не Помните Как Гамбит Играли Постоянно С СФ С Виздж По-моему Такое Трудно Забыть Сейчас Есть Реальный Шанс Лишить Маневры Скинга Если У него Нет Стиков Убить У него Были Стики Он Просто Не Успел Нажать Потому Что Не Вышел Со Стана Сыграно Хорошо Ну Вот Появляется Дефуза И Ланцер Теперь Является Неотъемлемой Частью Команды И Должен Помогать В Нападениях На Героев Могут Попробовать Рошана Убить Что Собственно Каосы Идут Делать 30 Секунд Правда Аппарат Не Послесняется Ульт Закинуть Сейчас В Рошпит Хотя Варту Хипоманиакс Только На Центре Был Не Может Быть Нет Вот Скан Использовали Наверное Самое Время Кидать Ульт Аппарат Полетел Попали Только По Лансеру Но Это Абсолютно Ерунда Марфа Весолом Накрыли Он Уже Все Не Боец Ставится Арена Тут Два Героя Были Пойманы Аппарат Тоже Здесь Был Вместе С Рубиком Они Оба Подставляются Умирают И все Это Под Супер Новое Происходит Тем Тем Контест Рошана Но Не в полном Составе Решили сюда Приблизиться Кентавр Прыгнул В Рошпит Стан Дал Наги Забрал Лансер И кентавр Тоже Конечно же Умрет Ну и Такие решения Они могут Просто Привести К скорейшему Проигрышу Игры Вот я Считаю Что герои Ухипа Мэнекс Нормальные А то Что они Делают Полная Еботня У вас Персонажи Которые Могут Дать С течения Умер в драке То есть Пока эти артефакты С которыми Можно будет Давать бой И каосом Появится Уже будет Вся карта Пустая Без внешних Вышек И по карте Двигаться Будет Супер опасно Вот пожалуйста Вой форм потрачен Марфа лишают Маны Откидывают Копьем Пригвоздили К дереву Ну все Смертник Ну тут ошибки Уже наверное Минут как пять Назад начали Сходить С сил Тьмы Не удивлюсь Если уже катком Все так и Закончится Так Лансера После диффузов Манта Стайл Айгис Взял он И Тарас Он все равно Будет собирать Ну Можно это Наверное Описать Потому что Во первых Он не всегда Будет под действием Этого Айзбласт Во вторых Становится Жирный мон И его иллюзии Которых Также Не просто Убить И на самом деле Кроме каких-то Фейтболтов Скиллов Магии Того же Мелшторма Нету Сражаться Нечем И возможно Неправильное решение Трейскинга Играть через Детрейден Сдолго фармить И быть бесполезным Куском дерьма Ну Драка Да Хорошо Стампидот Кентавра Сбластом Только по саппорту Может быть Которого убьет Морф Окей Убил в арене Драка Дальше происходит Ставится яйцо Причем за ареной Разбить не получится Умирает ВК Дальше должен умереть Морф Который под весом Получает стан Ворует арену Использует ее Рубик Но хватит для этого Чтобы спасти жизнь Морф Нет Не хватит Три игрока В таверне Это три кора Живы только саппорты И здесь падает Центральная линия ГГ наверняка Хипомэнекс Писать не будут Потому что будут полагать Что у них какие-то Призрачные шансы Остаются Но С таким количеством фида Даже несмотря на то Что все 5000 золота Преимущество Я думаю Уже Предначертана Судьба этих ребят Такое Где лода Лода тренер У команды альянс Да Причем такой конвейер Герой за героем Заходит Умирают Падает линия Центральная Все Походи по лайнам Забери оставшиеся вышки Воспользуйся деньгами Которые заработал Покупи еще артефактов Может какой-то Даже там Не знаю Феникс Или ВД Владимир Задумает купить Просто чтобы был Было бы неплохо Да И графики Больше 10 тысяч опыта 7,5 золота Рубик Линза Всего лишь Кентавр Кроме Кримсона Даггер еще имеет ВК только Радион Закончил Прад Глимер Собирает Илморфа Только Манта Стайл Ну кстати Может Вансер Передумает Соберет Суже Бабочку Не будет Расхождений В логике Хотя Тут На самом деле Ну бабочку Ты покупаешь Потому что Ты имеешь Шанс Скорее Закончить Игрони Потому что Ты Типа Решаешь Поменять Тараску На бабочку Ты сильнее Урона Больше Бьешь Больнее Быстрее Умирают Герои Быстрее Падают Вышки Так Начало Уже Не очень Хорошее Для Каоса Потому что Арена Потрачена Все Улетели Причем Ворованная Арена Есть Но Лансер Готов Драться Пытается Съесть Рубика Рубик Живет Кримсон Гвард Нажат Пробить Рубика Сложно Его добили Ставит Супер Но Причем Ее Пытается Разбить Морф И может Быть Даже Получится Нет Не Получается Он Накрывает Веселом И Морф Здесь Умирает Два Бэйбэка Тратят Саппорт Возвращаются Обратно В игру Тем временем Пытается Лансер Гнать В Рейс Кингу Которого Довольно Много Мана И Ринкарнация Должна Сработать Стампид От Кентавра Непонятно Где Находится Оригинальный Лансер Поэтому Никто В него Особо И не Целится Пытается Засовить Своих Выбит Ну Все Уже Слабо Верится Что Хипоманиак Смогут Дать Отпор Как бы Они Не Старались Как Бы Они Не Пытались Их Усилия Могут Не Дать Желаемых Результатов Лышку Добить Да И Сторон Тоже Добить Можно Почему Б И Нет Время Еще Есть Ну Я бы Не Сказал Что В обычном РММ Вот Есть Именно Такой Тип Игр Когда Весь Минут 15 Все Абсолютно Ровно А потом Идет Игра В Одну Калитку Нет Это Как раз Свойство Вот Именно Про Игр То Что Игроки Фундаментом Держатся Друг На Друге Если Один Начинает Допускать Ошибку И предлагает Сделать Что-то И в этом Участвуют Все То Сыпется Абсолютно Все Как Карточный Дом В пабе Такого Нет В пабе Сразу Все Идет По Пизде Типа Линии Проиграны Все Абсолютно Все Друг Друг Начинает Флеймить Игра Закончена Бывают Нормальные Игры Когда Просто Сложно И Трудно До Конца Предсказать Кто Выиграет То Я не Считаю Что Именно Эта Карта Это Как раз То Чем Пестрит Паб Нет Ну вот Я не знаю Договорил Когда Говорил Про ВК Может Быть Он Сделал Неправильный Выбор В пользу Этого Радианса Долгого И пассивной Игры Абсолютной Хотя Можно Было Попробовать Собрать Мел Шторм Даггер И Это Было Логично Против Лансера Но Не знаю ВК Заставили Байбэк Потрать Скидсо Удается Разбить 4x4 Драка Кентавр Умер Тем временем Лансер Гонит Врейс Кинга Который Без реинкарнации Который Также Будет убит После аппарата И пожалуй Скоро Мы увидим Заветную Надпись Good Game Морфинга Тоже Поймали Пять игроков В таверне Это Team Vibe Но тут Больше Не на что Рассчитывать Хиппоменикс Неплохой Путь На этих Хвалов Показали Но пожалуй Их Время Ушло Что это Возможность Ну я думаю Что уже Можно говорить Устроить Реванш Команде Final Tribe Невозможно Поехать На International Я лично Буду Только за Ну В плане Этого Проведения Реванша А на Инпей Тот Кто заслужил Больше И тот Кто окажется Сильнее Хотя это Друг с другом Переплетено Еще два Барака На топе Есть Ответ На что Дать Погоди Сейчас Погоди Сейчас Игра Закончится И я Прочитаю То что Написал Там Просто Текста Много Что Оставить Их Немного Помучаться С мега Крипами Ну опять Лансер Мансит Тараску Все же Купил Прыгнул Кентавр Диффузов Заряд Получил Щитом Просто Поллицо Потерял Маледикт Получил Дал Даблет Шубил Сам Себя Умничка Ну Барак Та уже Добейте Спасибо Кезу Дал Копье Врейс Кинга Подкинули Поближе Выбили Из него Реинкарнацию Рубика Также Забрали Да все ГВП Гудлак Прописывает Игрок Команда Хипомэникс И на этом 2-0 Серия Заканчивается Победой Каос Ладно Я свое мнение Менять не буду Я думаю Что с героями Которыми Обладали Хипомэникс Можно было Дать отпор И можно было Попробовать Выиграть Вторую карту Ну а вот эти Вот смерти Друг с другом Возможно Выбор Не самых Удачных Артефактов В общем-то Привили Ну мне Марс Тут понравился На самом деле Потому что Много было Хороших Арен Много было Попаданий Копьями Так многие Считают Что Кезу Типа Слабое Звено Команды Но вот В этой карте Он хорошо Себя Очень Показал Так Теперь Что касается Вопросом Мэна Можно найти В финале Где все Игроки Уже сидят Перед зрителями Короче Подсказать им Нарошили друг друга Стрим снайпить Как назвать Типа Я зритель Сговорил с игроком Каким-то Я думаю Что нет Я думаю Что это невозможно Потому что Перед входом В кабинку Всех проверяют То есть Проверяют Девайсы Ну насколько Я в курсе Проверяют Игроков То есть У тебя не может Не быть Каких-то там Раций Наушников И всего Всего Ты сидишь Есть только ты Есть твой враг И Вас отделяют Вот эти вот Стеклянные коробки Ну и за спинами У ребят стоит Какой-то человек Который контролирует Процесс Вот в общем-то И все Так что Шанс на то Что кто-то Кому-то что-то Подскажет Кто-то где-то Что-то зальет Он Минимальный Я бы в это Особо не верил Думал что это сказка Есть же люди Которые верят Типа в сценарии И прочее Прочее Что мол Где-то кто-то Что-то написал Где-то что-то Сделал Что там Выиграла команда Которая Типа гибом Там Послан И все В таком духе Ну короче Я думаю Что больше Цирк Да Плохо что Трансляция Обрывалась И из-за этого Какие-то куски Остались Вместо Целого Видео Нави победили Хейтеры ушли Нахуй Как всегда Так Есть Так Да Пожалуй Я посмотрю Финал Раз Матамбомэн И его братишки Все же туда прошли Это будет наверняка Долгое Утомительное Бестов 5 Я пожалуй Пока что Временем Отспользуюсь Чтобы пойти Пообедать Заодно Выпью таблетки И Вернусь Ну я сейчас Трансляцию Перезапущу Но до момента Пока наступит Следующая серия Придется подождать Я думаю Что минут 20 Минимум Я думаю Что команде Дадут Немножечко Времени Отдыха Которая Будет играть Против Финал Трайпа Это в данном Суча Каос Еспортсклаб Так что Я думаю В течении Полчаса Снова Услышимся Спасибо Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует